Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен! Сегодня мы будем делать не просто супер-устройство, потому что супер-устройство это что-то легко воспроизводимое, что-то, что помогает нам в аквариумной или околоаквариумной деятельности. Сегодня мы будем делать супер-пупер-устройство, потому что пришлось проскинуть мозгами хорошечно, я бы так сказал, пришлось изощриться, чтобы получилось то, что вы сегодня увидите. А все началось с безобидного комментария Владимира в одном из прошлых видео, где он примерно следующее написал. В советские времена аквариумисты использовали сифон с наконечником в виде пружинки спиральной и вот это приспособление помогало очень сифонить грунт. То есть в щели между витками пружины у нас крупная фракция не засасывалась, а если камень присасывался, то можно было пошерудить пружинкой и он отваливался. Сказано, сделано. Но плюсом ко всему мне в спину был заметан пожелательный камень, который гласил, что желательно все-таки сделать, чтобы это устройство было еще и прозрачным, чтобы визуально оценивать процесс сифонки. Так сказать, шлепок, тапка по моей морде лица. Но раз попросили, надо делать. Значится так. Полез я в интернет, чтобы раздобыть источники сего приспособления и нашел, что этот наконечник называется петля Бурнашева или Бурнашева. Не знаю, как точно правильно будет, но да, он реально использовался советскими аквариумистами очень широко для сифонки грунта. Сразу хочу сказать, что у меня аквариумы растительные в большей части имеют земляную подложку. Каких-то засифонивательных манипуляций я там вообще не делаю. То есть грунт у меня вот как лежит, так он и лежит месяцами, годами. То есть там я ничего не рыхлю, ничего не сифоню и это нормально. Но если вы не содержите растения, то есть если у вас просто рыбник какой-то, да, либо рыбы много гадят, нужно убирать периодически вот эти все бяки из грунта, то реально это устройство будет для вас. Итак, сначала я взял, склеил трубу из кусков стекла. Ничего там сложного нет, просто отрезал, склеил. Вы эту трубу вначале видели, она вот там слева лежит в верхнем левом углу. Как я ее клею, думаю, не надо показывать, потому что, ну, проще простого. Катаете колбасоньку, мажете колбасоньку, прикладываете 4 стекляшки и все. Ничего в этом сложного нет. А вот дальше уже пошли танцы с бубном. Почему? Потому что, да, на самом деле есть даже некоторые рекомендации по созданию этого устройства. То есть это должна быть какая-то спиралеобразная пружинка. С толщиной проволоки где-то в среднем миллиметр. И расстояние между витками, промежутки, щели, я бы так сказал, расщелина, они должны быть где-то до миллиметра по размеру. Почему? Потому что большая часть аквариумных грунтов, она идет больше, чем вот эти промежутки, больше, чем вот эти щели, чтобы ничего не засасывалось. Я вам так скажу, если у вас лежит пропант размером 1 миллиметр, делайте практически впритык вот эти вот спиральные витки. Если у вас булыжники там какие-то, можете вообще навалять ее с промежутками там сантиметр. То есть это все будет прекрасно работать. Изначально я начал искать проволоку. Конечно же, конечно же, конечно же, я нашел какую-то нержавеющую проволоку, но она была настолько суровая, она была настолько жесткая, что обуздать я ее не смог, как бы ни старался. Да, из пластика я делал конус, на конус пытался наматывать, пытался наматывать на трубу, но какой-то красоты, какой-то ровности я не достиг. В итоге я взял просто медную какую-то проволоку. Она чуть больше, чем миллиметр по толщине, где-то полтора, наверное, миллиметра по толщине. И воспользовался носиком от герметика, на который начал наматывать эту самую спиральку. Если вы сможете выточить какую-то деревянную болванку, можете мотать на деревянную конусообразную болванку, можете газету туго плотно свернуть, тоже на нее мотать. Но я вот вам сейчас не зря показал весь процесс намотки, потому что вот именно при такой технологии, то есть делаете сначала ушко, именно петельку на конце, вставляете ее в вот этот носик пластиковый, и за петельку крутите, у вас пружинка мотается. То есть вот только при таком способе намотки у меня получилась более-менее равномерная пружинка. Дальше нам необходимо это все надеть на трубочку. У меня это обычная самая электротехническая труба, которую я очень сильно люблю, которая меня очень во многом выручает. Да, здесь я решил как сделать. То есть у нас будет часть, которая максимально будет прозрачной, то есть вот там он из стекла, которая лежит. Да, конечно, можно было сделать из оргстекла, но оргстекло царапается неимоверно. Особенно если использовать, чтобы использовать это устройство, чтобы сифонить самые мутные мути, то скорее всего эта оргстеклянная трубка, она у вас очень быстро зацарапается, станет мутной и ничего в ней не будет видно. Я поэтому пошел по самому, так сказать, стойкому, жизнеспособному варианту, это использование стекла. Потому что оно царапается не так, как оргстекло. Да, оно менее податливое, да, оно более тяжелое, но опять-таки ничего вам не помешает разобрать эту конструкцию и почистить губкой или ершиком. Но я сразу хочу сказать, что я делаю здесь все намертво. Намертво, чтобы ничего не отпало, чтобы ничего не колбасилось, чтобы можно было через лет 10 вот эту конструкцию взять и также отсифонить, как будто в первый раз. Смотрите, я беру плоскогубцами немножко, разжимаю последние витки для того, чтобы надеть на трубку электротехническую нашу спираль. Казалось бы, на деле, хорошечно, но этого мало. Нам нужно эту спираль как минимум будет сейчас зафиксировать. Да, я просверлил насквозь отверстие, вставил туда кончик этой спирали, то есть медную вот эту проволоку и поджал. У меня она вроде как теперь стоит на месте. Но этого мне показалось мало. Почему? Потому что вот самый первый виток, самая первая расщелина, она гуляет туда-сюда. То есть почему? Потому что, которые витки находятся на самой трубке, расстояние между ними большое. Из-за этого камни могут попадать вот между самым первым витком и трубкой. Поэтому нужно было намертво зафиксировать ту часть, которая находится на трубке. Для этого я взял нитки и, смачивая их суперклеем, намотал хорошечно. После чего взял шкуркой, все это дело подшкурил, чтобы какой-то монолитный материал у меня был. Конечно, можно было макнуть в эпоксидку, и тогда всей вот этой мороки можно было бы избежать. Но эпоксидка сохнет долго, эпоксидку надо разводить, и я поэтому решил без нее обойтись. Дальше, смотрите, после ниток я мотаю изоленты для того, чтобы выровнять рельеф, потому что нитки, они хоть и намотались плотным образом, они все равно не такие уж однородные по своей текстуре. После вот этих вот изоляционных намоток я взял термоусадочную трубку, надел, прогреваю, и получается у меня вот такой наконечник, он же жало. Сидит, я сразу хочу сказать, намертво. То есть вы никак ее не оторвете. По поводу того, что может отогнуться пружина. Сколько бы я ее не гнул, друзья, здесь толщина проволоки больше, чем рекомендуемая, она всегда возвращается в исходное состояние. По крайней мере, можно будет ее потом отогнуть, если уж где-то она у вас сильно там перегнулась. Но, опять-таки, какие-то гигантские волны подпирать, отколупывать, я все-таки не рекомендую этим устройством, потому что оно нужно для того, чтобы сифонить грунт, да, друзья. Дальше, смотрите, мне нужно сделать две заглушки на нашу стеклянную трубку и в эти заглушки вставить. С одной стороны у нас будет наконечник вот этот вот с пружинкой, а с другой стороны у нас будет кусок трубки, чтобы можно было туда нацепить шлангу. Вот такими вот неловкими, робкими движениями клеим небольшую, так сказать, вставочку. Но сейчас вы все сами прекрасно поймете, потому что я еще тот мастер описывать в словах. Поэтому смотрим. Смотрим, получается у нас вот такая вот интересная заглушка. Она входит с трудом. Я рекомендую, друзья, здесь сделать бортик внутренний пошире. Для чего? Для того, чтобы можно было потом промазать все это дело силиконом и подождать, пока силикон высохнет, чтобы плотно все туда заходило. То есть, чтобы можно было разобрать. Но я промазываю силиконом и делаю конструкцию неразборной, потому что мне в принципе то эта стеклянная часть не нужна. И благодаря этой стеклянной части видос получился такой вот затянутый. Но может быть кому-то опять-таки нужен будет процесс визуализации сифонки вашего грунта. Поэтому пусть будет. В противном случае, опять-таки говорю, вы можете просто этот наконечник на трубу нацепить и уже им сифонить. Соответственно, другой концевик, к которому будет цепляться шлангер. Цепляем все это дело. Дальше я загерметизировал, немножко подкрасил, подшкурил. И получилась у меня очень страшная, очень странная, очень стрёмная конструкция. Какой-то плотедобыватель, какой-то гигантский шприц, гигантский отсосник какой-то. Клизма что ли, непонятно что. Мне такое чувство сложилось, что такими устройствами в средневековье пытали. Пытали или пытались закачивать какие-то микстуры в тела полубезжизненные. В общем-то, выглядит реально внушительно, выглядит реально страшно. Мне, честно сказать, внешний вид не особо понравился. Но главное, что весь функционал, он сохранился и все это дело работает. Пружинку я покрасил, но покрасил я акриловым каким-то лаком для того, чтобы смотрелось более декоративно. Естественно, весь этот лак, он в процессе сифонки отлетит, потому что придется шерудить в песке, а песок это абразив. Но опять-таки, для того, чтобы красиво выглядело, я вам это показал. Вы можете ничего не красить, но главное, то есть основные моменты вы учесть должны. А это именно надежное, прочное крепление стационарной пружинки. И чтобы не было щелей у вас в затычках, потому что если будут щели, у вас будет подсос воздуха, который будет уменьшать эффективность сифонки. Видим, что очень гибкая система. Видим, что визуальная часть, она реально прозрачная, то есть можно видеть пузыри. А если будут у нас всяческие бяки, можно будет видеть бяки. То есть все работает. На этом все. Всем пока-пока. Пишите обязательно в комментариях, кто знает про такое устройство. Спасибо Владимиру. И увидимся очень скоро в новых видео. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok